Инъекционные методы в косметологии для омоложения вашей кожи. Помимо аппаратных методов в косметологии, существуют инъекционные методы для улучшения качества кожи. И в комментариях вы часто задаете вопросы, что такое биоревитализация, мезотерапия, плацентотерапия, плазматерапия. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. В общем, названий много, давайте разберемся, что же это такое. Досмотрите это видео до конца, и я расскажу свой любимый препарат для биоревитализации, который безопасен и эффективен. Первый самый популярный метод – это мезотерапия. Мезотерапия – это внутрикожное введение лекарственных препаратов. То есть в вашу кожу вводится лекарственный препарат. Как правило, это жидкая форма, то есть она такая, как водичка, не оставляет никаких следов в виде папул. А если папула есть, то они крайне быстро в течение одного дня проходят. Как правило, таким образом вводится гиалуроновая кислота, такой слабо концентрированный, скажем так, раствор. Вводятся витаминки, могут противовоспалительные элементы, микроэлементы вводиться. Препарат должен рекомендовать вам доктор, потому что мезотерапевтических препаратов очень много, и направленность у них прям слишком разная. Потому что можно мезотерапевтическим методом хоть гормональный препарат вводить, и это скорее метод введения. Поэтому мезотерапия может быть разная. Как правило, мезотерапию мы назначаем более молодым пациентам, либо для решения какой-то конкретной проблемы. Если мы говорим про увлажнение кожи, сияние, то, наверное, единственный препарат мезотерапевтический, который мы используем в клинике, это филорго-NCTF. Ну, действительно, хороший препарат, который много лет на рынке, который зарегистрирован как препарат для инъекционного введения, не как лосьон. Это важно. Если вы тоже боитесь, чтобы вам что-то кололи в лицо, ставьте лайк этому видео. Вторая очень популярная процедура – это биоревитализация. Биоревитализация, биорепарация, био- там еще что-то там. По сути, это все одно и то же. Это введение более густой гиалуроновой кислоты, которая в первую очередь будет работать на увлажнение вашей кожи. И также в нее могут быть добавлены аминокислоты, витамины, микроэлементы, которые к чему-то будут стимулировать вашу кожу. То есть это может быть чистая гиалуроновая кислота. Это может быть гиалуроновая кислота с триголозой, которая будет защищать гиалуроновую кислоту от распада. Соответственно, более такой длительный эффект будет от процедуры. Это может быть гиалуроновая кислота с пептидами, с витаминами, с чем угодно. И тогда направленность тоже будет разная. То есть это может быть препарат, который больше работает на уплотнение кожи. Препарат, который заодно вместе с увлажнением работает на пигмент кожи Который стимулирует кожу к омоложению То есть вариантов много, но опять же основное направление будет увлажнение Почему же так важна биоревитализация, так важно увлажнение Что все ее делают и между процедурами, и подготовка к процедурам аппаратным Тоже часто мы выбираем биоревитализацию Потому что гиалуроновая кислота нашей кожи необходима Она входит в межклеточный матрикс То есть это такая среда, в которой наши клетки функционируют И если гиалуроновой кислоты недостаточно, то кожа будет суховатая Ваш ответ на любую стимулирующую процедуру будет хуже Лазерные шлифовки вообще мы не рекомендуем делать без предварительной подготовки гиалуроновой кислотой Биоревитализации именно Почему? Потому что если вы хотите, чтобы что-то выросло из того, что вы простимулировали Я пациентам всегда приводила пример, что наша кожа, если она сухая, как в пустыне Какой бы цветок вы туда не посадили, если вы его не польете, ничего не вырастет Вот гиалуроновая кислота – это та влага, которая необходима нашей коже для того, чтобы клеточки наши делились И у них был ресурс, и они были вот такие здоровые, красивые и сияющие Биорепаранты туда же, соответственно Это просто маркетинговое название Биоревитализация, биорепарация плюс-минус одно и то же Нюансы, и это, знаете, больше запатентованное, как правило, название какой-то конкретной фирмы В нашей клинике мы делаем и миостерапию, и биоревитализацию, и биорепарацию Но все подбирается индивидуально под пациента, под тот результат, который хочет получить пациент Потому что если мы это делаем просто для увлажнения, это будут одни препараты Если мы видим, что там сосудистый компонент какой-то присутствует, это будут другие препараты В общем, под каждого пациента мы выбираем свой препарат Ссылку на нашу клинику я оставлю в описании к этому видео Дальше один из самых популярных вопросов – это плазмотерапия Что же это такое? Действительно она работает или не работает? Значит, ребята, плазмотерапия – это когда из вашей вены берут кровь, ее центрифугируют То есть отделяют красные кровяные тельца от белых Дальше собирают плазму, то есть белую часть И вводят вам Вот здесь вот есть разные варианты Есть, значит, вариант, когда вам просто в обычной пробирке, значит, все это забрали Собрали вашу плазму и ввели Честно, я от такой процедуры, как правило, результата не вижу Вот именно чистой плазмы И вот если пациенты приходят и говорят, я не видел результата Как правило, это вот эти самые дешевые пробирки, самая дешевая плазма Почему так происходит? Потому что мало того, что мы забрали тромбоциты, которые дают этот эффект Их надо как-то активизировать Активизирует их кальций И в организме нашем тромбоциты как сумасшедшие не бегают И на все подряд не кидаются Они как ППС такие ездят по крови И в случае, если произошла травма, в этом месте выделяются какие-то компоненты Которые тромбоциты активируют И они начинают оседать конкретно в этом месте И в этом месте работать и выделять уже факторы роста Поэтому если вы тромбоциты никаким образом не активировали То ждать от них какого-то суперрезультата не стоит Также есть плацента терапия Которая достаточно часто комбинируется, кстати, с плазмотерапией И может проводиться в одну процедуру для лучшего результата Может проводиться самостоятельно Это препараты, полученные из плацента человека Они прошли кучу очисток Вот это вот все чисто, безопасно На самом деле очень много используется В каком случае помогает? Помогает при акне, помогает при пигментации И помогает при возрастных изменениях В некоторых случаях похоже работает Как на биоревитализацию То есть увлажнение, качество кожи получше Но опять же, вариантов очень много Рекомендовать их вам должен доктор Для того, чтобы получить тот эффект, который вы просите от него Потому что прийти и сказать Сделайте мне вот этот препарат Классно я про него почитала А доктор вам говорит Ну не надо, вот это не твой препарат Не подойдет он тебе, сделай лучше вот это Прислушайтесь И были пациенты, которые Ну модно же, я вот там в интернете прочитала У блогера увидела Пойду и сделаю то же самое Приходили пациенты, у которых такие постозные тяжелые лица Склонные к отекам И они просили конкретный препарат И потом они ходили и говорили Эффект увлажнения я не вижу А вот то, что у меня лицо стало отекать еще больше Это факт И это действительно было фактом Потому что этот препарат был больше предназначен для сухих худых пациентов Вот как типа меня Когда он распределяется в тканях И дает вот эту вот не отечность А такую легкую наполненность Поэтому, пожалуйста, доверяйте специалистам Они должны нести ответственность за ваш результат Потому что если вы сами себе назначили Ну как бы потом не нужно спрашивать Почему у меня эффект не тот Который там мне подружка рассказывала Какое ваше отношение к инъекционным методам Какие методы вы используете Напишите, пожалуйста, в комментариях Мне очень интересно Также есть инъекции коллагена, стимуляторов и коллагенотерапии Чем отличается? Коллагенотерапия, как правило, это какие-то фрагменты коллагена Которые вводят вам в кожу Он не встраивается в вашу кожу И не становится коллаген, который вколол И вот он так и встал Он начинает распадаться И ваш организм начинает реагировать на то, что происходит распад коллагена Что-то происходит не то И в этом месте он начинает синтезировать собственный коллаген Опять же, используя те аминокислоты, которые были в коллагене Который распадается Какой эффект мы получаем в случае инъекции коллагенотерапии Мы получаем эффект уплотнения кожи И это классная на самом деле процедура Которая помогает нам поработать с тонкой кожей С преждевременным старением И просто уплотнить кожу И сделать ее такой более упругой И еще один метод инъекционный Стимулирующий коллаген Именно стимулирующий Это введение полимолочной кислоты Либо мезорадиез Когда мы вводим препарат какой-то Который, находясь в тканях Стимулирует наши клетки к синтезу собственного коллагена Вот что мезорадиез Что инъекции полимолочной кислоты Стимулирует синтез вашего собственного коллагена Но я рекомендую эти процедуры делать пациентам после 35 лет Как правило, после 30 есть пациенты, которым надо бы Потому что у них явно что-то не то Но я отдаю предпочтение более легким процедурам Потому что нужно все-таки Жизнь у нас длинная Нужно от меньшего идти к большему Из пушки стрелять по воробьям Когда у вас вот только-только что-то начинается Не надо Не надо, пожалуйста Все должно быть по показаниям И в том числе по возрастным Не надо брать процедуру, которая показана возрастным пациентам И себе в 20 лет вот это вот нашпиговывать для профилактики Не будет у вас хорошего результата Не будет Все, точка Не делаем так Итак, биоревитализанты, которым я отдаю предпочтение Мне очень нравится препарат Реви Потому что после одной процедуры я вижу сияние кожи И результата хватает надолго За счет вот как раз-таки триголоза Мне очень нравится мезоварта, мезоксантин Классные препараты Один с пигментацией хорошо работает Второй как раз-таки для возрастных пациентов подходит И еще один препарат, который мне тоже очень нравится Это Юлупро Почему? Потому что там входит комплекс аминокислот Которые так необходимы нашей коже Для синтеза нашего собственного здорового, классного коллагена Чтобы мы оставались молодые и красивые как можно дольше Другие препараты у нас в клинике есть Я их тоже люблю и применяю Но если говорить про три моих лично самых любимых То я вот чаще себе использую именно эти препараты На моем ютуб канале много видео про косметологию и пластику Подписывайся и нажимай на колокольчик Для того, чтобы не пропустить новые видео До встречи! Продолжение следует...